так сегодня понедельник 16 января и мой термометр наружный показывает минус 65 почти минус 64 вчера у нас утром было минус 62 а когда я вот это снимал днем уже было где-то минус 55 57 не помню палец можно сломать ребята всем привет сегодня 15 января утро воскресенье сегодня у нас самый холодный день наступил я вообще не помню когда у нас такое было сейчас покажу термометр у меня в общей сложности 6 термометр вот этот термометр нам показывает температуру минус 62 вот этот старый термометр он показывает где-то тоже так если включается 50 примерно 60 даже 60 у меня хам на окне тоже два термометра они тоже ниже 60 пока я приготовил такой маленький тест этот термометр который у меня лежал на улице тоже где-то минус 60 показывает а вот этот термометр новая прошлой неделе купил и только вывел из дома вот недавно только вывел это она еще не дошла у нас плюс 25 идет вниз вот про этот тест я вам все расскажу покажу а сейчас мне надо затопить гараж я где-то минут пять вот на улице у меня щеки уже замерзли а в минус 40 минус 45 такого нету ты легко ходишь минут 15-20 магазин туда-сюда и ты не завязаешь а сейчас выйдя на улицу сразу хочется обратно теплый дом сейчас нам надо затопить гараж это самый холодный день наши наши нашем селе прошлом году где-то минус 57 было рекорд вчера вчера было где-то 50 было не интересно а вот сегодня до сегодня минус 60 у нас сегодня даже туман в деревне вчера минус 50 тумана почти не было у нас деревня воздух чистый уровень углекислого газа ниже поэтому туман у нас редко появляется уже день солнце уже тут она выходила вон там вот днем уже потеплело уже любите это слово потеплело потеплело до минус 57 гараж топится уже теплый давайте посмотрим что там заморозилась вот такой у меня мини-тест в этом году в прошлом году я вам показывал некоторые масла моторные одно масло и несколько антифризов так сегодня у нас есть три антифриза до минус 50 это у нас антифриз фуджиме tatachi минус 50 tsl минус 50 и вот тут есть у нас отрывка есть два тормозов и есть до 5 1 и до 4 и 2 дешманских антифриза и одна трансмиссионка зиг 80 на 90 который залит у меня на мостах давайте начнем вот с этого антифриза а нет давайте начнем вот с этого фирма tsl зеленый минус 50 и проверяем текучесть она немножко под замерзла ну жидкость есть вот сверху а маленькие кристаллика были ну вот как сболтала но отошло а утром когда было минус 52 вот это она вообще не двигалась сейчас у нас где-то 57 55 tatachi tatachi минус 50 почти 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 подмерзла как разболтали она уже разболталась появилась верхняя корочка а сейчас уже болтается так антифриз фуджима она очень-очень жить жиденькая то есть антифризы там где написано минус 50 смело можно использовать до 55 градусов так вот эти антифризы отправил мне блогер андрей ссылка на его канал в описании он тоже у себя имеет морозильник на минус 51 градусов он морозит всякие антифризы тестирует сейчас он перешел на автомобильные масла если интересно смотрите по ссылке подписывайтесь давайте сейчас посмотрим отрывку tatachi вот эту отрывку я залил себе на гур ну там на дне у меня маленький остаток и он не двигается густо-густо стало очень густая паста как как литов то есть любой гор тогда долго на улице простоит она замерзнет так тормозу ходок 4 что она не болтается она замерзла тормозная жидкость до 4 превратилась в гель вот такой густой гель это тормозная жидкость так есть у нас еще вот такая тормозу ха ликвы молли 5 1 утром я его помял он у меня тоже никогда не открываться наклеечки слетели когда утром я его вот так мя тоже не болтается не совсем жидко просто загустело как клей какой клей плакли момент как клей момента так вот такой то сол написано минус 40 она превратилась в мыло вот такие антифризы никогда не покупайте если вы используете технику зимой вот такие дешевые антифризы толсовые всякие не используйте можно на летнюю технику на трактора есть еще вот такое антифриз тоже какой-то но не джи 12 написано ну а тут написали плюс 40 вот этот антифриз предназначен до плюс 40 минус нельзя тут тоже кирпич открывать даже бессмысленно должны были написать минус 40 минус забыли написать антифриз до плюс 40 так зиг 80 на 90 вот это масло у меня сейчас на мостах на обеих тут тоже масло превратилось в лицо или вообще в кирпич в кирпич на холоде когда долго стоишь когда трогаешься массы машина начинает движение очень очень трудно из-за того что вот мосты замерзают поэтому некоторые на мостах добавляют керосина или дистоплива в крайнем случае бензин но тогда если добавить бензин на мосты то надо скором времени заменить потому что бензин разъедает резину так вот такой мини тест завел машину еду к василию он тоже приготовил несколько масел говорит заморозил поедем поглядим машина вышла из теплого гаража чувствую себя хорошо плохо когда машина долго находится на улице и плохо тогда когда машина стоит на одном месте например ночевка где-то ночевка где-нибудь на парковке вот там стоя машина замерзает резина замерзает масла на ходовой очень плохо я приехал к василию он приготовил такой тест и тут до 4 супер какой-то оленка тоже вот состояние клея это обычный до 4 это обычный до 4 короче состояние литола не течет а еще он вот приготовил две бодяжки тут у нас налито это масло то 17 но с бодяжина 100 миллилитрами бензина на литр на литр но это некий северный лайфхак так люди делают когда другого масла нету и вот так бодяжит масло просмещенное и заливаются на мосты мало бензина походу на вот такое состояние у масла получается это тара с бензином разбавленный а есть еще тара разбавленная из топлива превратилась в какую-то резину тут вообще очень трудно даже нажимать проволока плохо втыкается короче состояние вот такого жвачки конкретно жвачка то есть лучше всего наверно поддержать керосина керосина у нас нету не продаются обычный татт 17 который ничем не разбавлены палец можно сломать если вы забыли заменить татт 17 который заливали летом и будете ездить зимой и после стоянки 3-4 часов вы не сможете даже тронуться с места у нас деревня небольшая где-то не больше тысячи людей тут живут несмотря на холод жизнь кипит кто-то в магазин ходит кто-то ездит по делам но основная масса все равно отлеживается дома топит печку сегодня воскресенье вчера у нас тоже был актированный день ученики не пошли в школу и завтра если будет ниже 50 тоже будет актированный день то и и и и и кто меня на канале давно сидит они знают я уже много раз рассказывал что происходит зимой на холоде на любой автомашине которые вы ездите маленькие машины там большие грузы на холоде есть но основные две проблемы первая проблема для водителей на холоде например в городе вблизи города очень много тумана туман от выхлопных газов весь туман от населенных пунктов и первая проблема большая это видимость а бывает очень много аварий из-за этого плохая видимость поэтому будьте осторожны на дорогах и вторая проблема зимой когда температура ниже минус 50 некоторых машина даже ниже 40 завязают тормоза замерзая цепление нет водитель который едет по трассе долгое время который не используя тормоз километров 50 60 и просто едешь едешь я вдруг у тебя какой-нибудь препятствие тормозишь педаль педаль очень тугой иногда бывает что педаль вообще не нажимается поэтому холодное время зимой надо придерживаться надо придерживаться скоростного режима чтобы вот такого не случалось на патриоте у меня сейчас данное время педаль тормоза становится немножко туго но не сильно нажимается спокойно педаль сцепления тоже немножко дубеет и тоже становится нажимает трудно но все же в таком режиме можно ездить на попом не стоит поэтому наши автомобилисты наши водители все об этом знаю может это будет каким-нибудь сюрпризом тем кто собирается ехать к нам зимний туризм с теплых краев там где не бывает ниже минус 25 скажем 30 приезжают к нам и у них получается машина замерзает стекла замерзают все тормоза цепление замерзают резина замерзает а мы жители якутии все об этом знаем поэтому мы зимой заливаемся хорошим антифризом хорошими тормозными жидкостями одеваем хорошую резину зиму на летней резине зимой у нас никто не ездит вот такие у нас сюрпризы поэтому автолюбители которые едут наши края будьте осторожны а вот это аномальный мороз не только у нас это отрубили по всем группам по всем всяким чатам о том что сегодня 20 15 16 января будет дубак минус 60 и ниже у нас уже были недавно случаи где у больших грузов у больших грузных машин замерзали и трескались шины когда они стояли на стоянке соответственно хаскавеля но у него где-то больше 10 баллонов все лопает представьте себе это очень большой расход не водителей для фирмы даже поэтому вот такие у нас условия у меня в машине двойные стекла вот тут по бокам у меня 5 пленка полиэтиленовая она помогает создает воздушную прослойку и получается у нас и не не закрывается вот видите по краям у нас есть синий но это из-за того что вот эта пленка у меня старая она уже тут без прослойки поэтому так лобовое стекло у нас всегда двойное желательно конечно родное дойное стекло можно аналоги ставить всякие некоторые даже на лобовое стекло ставят 5 пленку с двойным лобовым стеклом у нас нету проблемы протайки снега если даже идет снег снег просто ложится на стекло и просто дворниками мы их водим снег который упал на стекло она не тает в других регионах там где тепло они не одевая двойные стекла снег падает снег тает все обледеняется заливают не замерзайки на промывайку на омывайку а у нас не замерзайки никто не льет потому что омыватель мы зимой вообще не используем потому что мы одеваем двойное стекло все это есть у меня на канале кому интересно пожалуйста смотрите моя машина готова к эксплуатации таким условием получается у меня теплый салон у меня тормоза не дубеют цепление работает резина зимняя залил в мосты хорошую хорошее масло залил антифриз минус 50 и мы таким образом эксплуатируем машины в таких суровых условиях шестьдесят четыре шестьдесят четыре с половиной так сегодня понедельник 16 января и мой термометр на наружной показывает минус 65 почти минус 64 вчера у нас утром было минус 62 а когда я вот это снимал днем уже было где-то минус 55 57 не помню же давайте сейчас еще солнце не вышло температура у нас очень холодная давайте сейчас мы посмотрим еще раз вот эти антифризы антифриз фуджима вчера при минус 55 она была живая а а сейчас вот хоть болтай хоть бей вот внутри очень густой гель вчера фуджима была на первом месте а сегодня она замерзла по сайте вообще не двигается она немножко мягко это но не чуть не течет вот это соответственно тоже ты сам тоже замерз а все эти жидкости проверять даже смысла нету они явно замерзли даже вот это дот в 51 от ликви моли тоже замерз вот такой дубок ребят вот эти все масла это не реклама ребята это то что у меня было в гараже то я и заморозил никакой тут рекламы нету это у меня залито на мосту вот это залито в гуру мои тормозные жидкости вот эти купил для теста чтобы они заморозились но у нас заморозились и эти минус 50 потому что они предназначены до до минус 50 а у нас сегодня минус 64 так что то что они замерзли это ничего страшного они вчера работали при минус 55 ребят а 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 Продолжение следует...